Я пойду в театральный, я буду артистом, это мое. На сцене ты совершенно другая, ты светишься, и на тебя очень интересно смотреть. Вот такая корона, вот такие амбиции. Не каждый день встретишь инопланетного музыканта. Всем привет, меня зовут Мария Голубева. Сегодня у меня в гостях художественный руководитель театра «Искателя» Татьяна Мирошниченко. Татьяна, добрый день. Здравствуйте. Почему театр не умирает? Чем детский зритель отличается от взрослого? Насколько сильно режиссер может менять произведение? И как совмещать работу и творчество? Рассказала худрук театра «Искатели» Татьяна Мирошниченко. Давайте для начала поговорим, почему театр не умирает. Мне кажется, это жанр, который будет существовать вечно. Потому что в театре ты можешь быть собой, расслабиться и говорить о том, что тебя волнует и беспокоит. В принципе, мы приходим в театр для чего? Для того, чтобы в чем-то либо убедиться, либо получить ответ на какие-то существующие вопросы. Ну и, конечно же, в театре всегда интересно прочувствовать эту атмосферу. Побыть зрителем, с одной стороны, и посмотреть на игру профессиональных артистов. А когда ты сам артист, то тебе есть, что донести зрителю, какие слова ты хочешь ему сказать. Ну и, естественно, это вот та самая энергия, которую ты приходишь, чтобы получить. Или, например, как артист отдать. Это очень здорово, вот этот вот энергообмен. А вот сейчас в нашем современном мире, когда есть доступ в интернет, и там ты можешь посмотреть все, что угодно, востребован ли театр так же, как раньше? Очень востребован, потому что ничто не может заменить в интернете живого общения. Ну вот артист, зритель. Телевидение, интернет этого не передает. То есть, когда ты смотришь в интернете, это то же самое кино. Ты переживаешь, но вот этого заряда, эмоциональной отдачи ты не получаешь. Потому что в театре есть свои плюсы. Когда артист, например, со сцены персонально с тобой общается. Ты сразу ощущаешь на себе это внимание, тебе становится приятно. Потому что в кино крайне редко режиссеры кинофильмов делают эту отсылку, когда киноактер смотрит в экран и говорит, да-да, я к тебе обращаюсь сейчас. И чувствуешь себя как-то немножко некомфортно. А когда ты видишь взгляд артиста конкретно на тебя, и когда он с тобой еще общается, смеется и шутит, он становится приятнее намного. Татьяна, чем занимается художественный руководитель в театре? Вы знаете, мне кажется, он занимается абсолютно всем. Ну, по себе могу сказать. Потому что, начиная от подбора материала, ну, вот так согласовываем с режиссером. Он выбирает материал, мы с ним обсуждаем. То есть от творческого процесса до бумажной волокиты, горя на воду. Потому что мне, как творческому человеку, честно, терпеть не могу. Вот эти все бумажки. Едем на фестиваль, это каждая постоянная ту заявка, постоянные созвоны. Поэтому приходится все время лавировать на волнах. И от этого, конечно, не просто сложно. Но все это с лихвой окупается благодарностью детей, которые служат у нас в нашем театре. Потому что театр искателей – это, в первую очередь, молодежный театр. То есть детско-молодежный. Вот основной состав, там возрастной контингент от 14 до 17 лет. И поэтому, когда все складывается, у них остаются огромные впечатления положительные и слова благодарности. Ну, как бы ради них ты это и все делаешь. А как вы выбираете спектакли, которые вы будете далее показывать на сцене? Мы очень тщательно подходим к выбору материала с режиссером. Особенно потому что режиссер обычно, конечно, выбирает по своему усмотрению, что он хочет, какую мысль он хочет донести до зрителей. И каждый раз это абсолютно разная история. В этом году, например, он захотел как-то окунуться в определенный контекст. То есть мы взяли Григория Остера. Но это не «Вредные советы», а делаем спектакль по его фильму «До первой крови». Удивительно, да? «Вредные советы» Григория Остер. Ну, вот такая история. Мы переименовали ее. Спектакль называется «Зарница». И он, да, про игру, которая все известна с детства. Но отчасти мы немножечко делаем отсылку к тому, в какое время мы сейчас живем. Что сейчас происходит. Что сейчас происходит, да, для того, чтобы дети понимали, что это, как это, зачем это. Ну, и опять же, у нас это исключительно для понимания, для осознания. Для того, чтобы мы не только увлекали в творческий процесс наших юных артистов, но также и воспитывали их. Понимали, что хорошо, что плохо. Мы ориентируемся, естественно, на детей, что им интересно. Ну, и основную мысль, зерно, о чем хочет поговорить режиссер, мы тоже стараемся показывать на сцене. Поэтому подбор материала идет непростой. Чему-то научить, о чем-то рассказать. Например, о жизненных ситуациях, о которых рассказано в пьесе. Подбор трупов, он каким образом происходит? Если мы говорим об основном составе театра «Искатели», где как раз ребята от 14 до 17 лет, то это процесс, который идет много лет. То есть они приходят в театральную студию. При театре «Искатели» есть театральная студия. И мы берем детей от 7 лет. И вот по ступенькам от года к году остаются, как говорим... Единицы, да? Единицы, да. Самые сильные, самые вот упертые, действительно понимающие, которые считают, что им это нужно. Они этим болеют, они это очень любят с им сердцем. И ради этого они готовы все отменить, все дела. Но чтобы поехать на фестиваль или прийти выступить. Когда приходят взрослые ребята, 16-15 лет конкретно в труппу, у нас с ними идет довольно-таки серьезная беседа. Мы их и прослушиваем вокально, и я их отсматриваю еще как педагог по хореографии, сценическому движению на пластику, как они взаимодействуют со своим телом. Ну и режиссер. То есть такой серьезный отбор у нас. Да. Не буду врать, у нас вот основной состав, он считается гастролирующим, гастролирующим, потому что мы с ними ездим на очень большое количество фестивалей. В прошлом году театрально, да, мы берем театральный сезон 21-22, мы приняли участие в около порядка 11 фестивалях. То есть не только очные, но и заочные. Когда мы представляли онлайн-спектакли, было очень приятно получать лауреатство первых мест от европейских конкурсов. Неожиданно для нас совершенно было. А чем отличаются детские зрители от взрослого? Искренностью. Вот их не обманешь. Вот честно. Потому что дети, они вот не умеют врать. Если им нравится, они будут с открытым ртом смотреть спектакль. Если им не нравится, они уже начнут качать ногой, ковырять в носу, крутить головой по залу и болтать. Взрослые все-таки ввиду своей воспитанности, если он понимает, что ему не нравится, материал он тихонечко встанет и уйдет. Дети нет. Они сделают все, чтобы показать тебе, что ты плохо работаешь, что ты не включен в процесс, и ты не вовлекаешь их в свое пространство, в свой мир. А им очень хочется быть там же, где артисты. Порой бывает такое, что ребенок стоит и пошел на сцену. Да-да-да. Это яркий показатель того, что значит мы попали. Значит действительно ребенку это откликнулось, и он готов быть с нами в нашем мире, в наших предлагаемых обстоятельствах. А сложно ли, как ты считаешь, Татьяна, в современном мире заинтересовать ребенка, чтобы он действительно проявил интерес, был завлечен, увлечен, несмотря на то, что сейчас опять-таки возвращаемся к гаджетам и много всего есть в интернете. Насколько тенденция меняется? Единственное, все зависит в первую очередь, наверное, от педагогов, как и в школе. Вот просто я параллель проведу. Школа и театральная студия, и театр. Первый, кому верит ребенок, и кому он доверяет, это твой, ну в театре это мастер. Если он видит в тебе идеал, или ты настолько расположил его к себе, заинтересовал и увлек его, и какие гаджеты ему не нужны. Он в процессе, ну и плюс материал, который предлагает ему режиссер, и то, как простроена репетиция, занятия, если мы в театральной студии. И мне нужны эти гаджеты, они их оставляют. Так, какая там игра компьютерная или там в телефоне, я вот здесь. Здесь и сейчас. Тем более мы встречаемся с ребятами четыре раза в неделю, на полтора часа исключительно. Все уходит на задний план. Есть здесь и сейчас, потому что нам это нравится, мы этим горим. Если все-таки включаются гаджеты, например, бывает такое в театральной студии, когда ребенок, ну вот он сидит, ему скучно. Да, такое есть. Он достает свой гаджет, если он смог его пронести на занятия, и сидит там что-то рисует, играет. Но это сразу показывает его, что, к сожалению, это наш временный пассажир. Не зацепил. Он зацепляется тогда, когда вот он занят. Вот занимайтесь мной. Это немножечко, если идти в психологию, это показывается недостаток внимания ребенка. То есть ему хочется только к себе внимания. Пожалуйста, дайте мне его. Плевать на остальных, я здесь главный. Вот мне. И он будет всячески показывать. Крутиться, бегать, кричать по всему там залу. Мы понимаем, что здесь он, значит, с какой-то другой целью. Все, что мы можем дать, мы ему дадим. Но, к сожалению, театр — это не та стези, с которой он пойдет дальше по жизни. Бывают, конечно, такие, которые с возрастом. У нас были такие примеры. Вот они очень активные, энергичные, бегают по залу во время репетиции. Но в какой-то момент они взрослеют, у них меняется мировоззрение, и они действительно поступают в театральные вузы, становятся очень хорошими артистами. Вот пример. Наш основатель театра Вячеслав Иванович Кожихин, его самые первые, наверное, звездные выпускники — это братья Чадовы, Андрей и Алексей Чадовы. Вот как раз он их первый мастер, первый учитель. Насколько я помню про рассказы Вячеслава Ивановича, они были очень-очень-очень громкие, но... Импульсивные, да? Импульсивные, да. Но тем не менее, они добились своего, и они большие молодцы. А в целом наличие гаджетов как-то повлияли на постановки? Изменились они со временем? Скажу так, это зависит от видения режиссера, в данном случае в нашем театре. Если это не предполагает спектакль, допустим, использование гаджетов, какой-то там урбанистический спектакль, где планшеты, гаджеты, ноутбуки, то никак не влияет. Использование телевидения, проекторов, ну, это один из способов визуального освещения спектакля, когда есть задумка, там, пустить титр через проектор на стену, либо пустить какие-то кадры, хроники на сцену, опять же, там, на сцену или на артиста. Для того, чтобы произвести впечатление во-первых раз и перенести, донести до зрителя мысль, которую хочет сказать режиссер. Все. А если мы ставим, предположим, классическое произведение, то оно как-то адаптируется под современную реальность? Опять же, все зависит от режиссера. Если проблема, которая раскрывалась в классическом произведении, актуальна и сейчас в современном мире, то мы можем взять классическое произведение и показать его в современной интерпретации. А если задумка режиссера показать именно то время, ту эпоху и тем самым окунуть именно ребят в то время, то тогда нет, не будет переноситься. Поговорим поподробнее про детей, во сколько их можно отдавать на занятия по актерскому мастерству и знакомить с театром? Детей можно отдавать с четырех лет смело. И правда, это будут маленькие занятия, минут по двадцать, и это будут занятия в игровой форме, потому что ребенок в этом возрасте больше нацелен на игру. Он через игру познает мир, через игру обретает какие-то навыки и он так лучше воспринимает информацию. У нас есть педагог, который занимается с детьми от четырех лет, четыре, пять, шесть, но мы непосредственно берем детей в семь, потому что в семь они уже более собраны, они уже более готовы. есть вот эта вытяжка в сорока пяти минут. У нас идет занятие полтора, то есть два блока по сорок пять с перерывом небольшим. Нам самое главное, чтобы это было с комфортом для ребенка. И самое главное, интересное, конечно же, ему было. Какие навыки дает дополнительные при посещении занятий? Раскрепощенность, умение чувствовать себя здесь и сейчас, произношение, четкость речи, также развивает музыкальный слух, музыкальный вкус. Мне кажется, суперсила ребенка, который занимается или занимался в театральной студии, это возможность примерять на себя различные социальные роли в предлагаемых обстоятельствах, потому что ситуации в жизни бывают у каждого человека разные, и везде нужно уметь под эту ситуацию и подстроиться. Здесь ты один, здесь ты другой, а здесь ты видишь, что происходит, потому что человек может тебе ничего не сказать. Но если ты видишь тело человека, как оно себя ведет, ты его прочитаешь моментально. Ну вот, исключительно, плечи поднял, да, зажался, руки сжал, или лицо. Человек, который, ну вот артисты, да, которые работают с телом, они это чувствуют на себе. У меня даже бывает такой момент. Я веду, допустим, в театре или мероприятие, либо концерт, и я чувствую, у меня партнер, у него челюсть зажатая, у меня автоматически начинает тоже зажиматься челюсть. Я ухожу за кулисы, начинаю разминать свои мышцы, потому что невозможно, аж зубы сводит. И ты чувствуешь просто вот эмпатически человека, который находится рядом. и у детей, которые занимаются в театре, у них разбиваются вот эти черты, качества, и, конечно, мне кажется, в этом большой плюс. А как понять, что у твоего ребенка есть зачатка для того, чтобы в будущем он стал артистом? Есть дети, которые в три года начинают или в год начинают. Вот они схватились ручками за свою кроватку, и они начинают уже там танцевать, двигаются. Родители их тут же начинают снимать, а он двигается, музыку слышит. Раз мы понимаем, ага, музыкальный слух слышит музыку, двигается, хорошо, так, есть. Музыкальный ритм, ритмика есть, отлично. Потом, когда начинаются всякие выступления в детском садике, он с удовольствием начинает учить стихотворения, они у них быстро запоминаются. Это показывает на то, что у него хорошая память, цепкая память. Для артиста очень важно быстрая память и зрительная память. Вот посмотрел на лист, повторил несколько раз, вышел, сказал текст. И с большим количеством репетиций он запоминается еще больше. Если ребенок очень любит выступать, там, всех посадил, бабушек, дедушек, тетя, дядя, так все сели, я вам сейчас буду петь, танцевать. Все. Значит, человек любит, маленький человек уже любит публику. Ваш клиент. Да, наш клиент. Все вместе сложился пазл из разных-разных частей. Ну и плюс у него громкий голос, да даже голос в принципе можно развить. Петь научить тоже можно человеку. Самое главное развивать. И как в любой тренировке, это постоянство. Мы когда говорили про детей, которые уже непосредственно ходят на занятия, выступают, им от 14 до 17. Дальше что? Дальше они уже идут поступать или как. Все зависит от детей. Конечно же, когда им 17 лет, и у них вот возраст 10-11 класс, 16-17, 15-16, конечно же, они все говорят, я пойду в театральный, я буду артистом, это мое. Ну вот такая корона, вот такие амбиции. Это нормально. Сначала, как про артистов, говорят, заходят амбиции, и потом захожу я. Вот. Поэтому это абсолютно стандартная история. Но когда они начинают становиться старше, и, например, на фестивалях они отмечают, замечают, что их выделили, что у них получилось, их отметили, им сказали, какие они молодцы, или, например, им дали какие-то индивидуальные комментарии по тому, что им нужно делать, из этого строится их какое-то вот мировоззрение. Они понимают, ага, вот это мое, у меня здесь получается. И, наверное, процентов 10-15 от общей массы детей не все идут в театральный вуз. У нас так на моей практике, вот сколько лет я художественный руководитель, один мальчик сейчас у нас заканчивает театральный колледж имени Филатова на факультете музыкальный актер, актер музыкального театра. Девочка поступила в ГИТИС буквально этим летом. То есть есть. Кто-то поступал в ИСИ, кто-то, вот я уже забыла, как называется, то есть это небольшой профессиональный театральный профилирующий, то есть театральный вуз, кто-то в ЩЕПКО поступал и закончил. Процентов 10-15 они идут. А остальные, ну вот они выбирают уже то, что близко им. Татьяна, важно ли для артиста высшее образование или все-таки главное творческое начало, потенциал, а все остальное уже на втором плане? Мое мнение творческое начало. Если у тебя это внутри есть, ты к этому расположен, ты понимаешь и ты делаешь это в удовольствие себе с максимальной самоотдачей, то тебя заметят, увидят. Но свет, который из тебя льется, невозможно не заметить. Солнце же видят все на небе, звезды видят по ночам, видят их сияние. Здесь то же самое. Если внутри из тебя идет этот свет, на тебя придут, как зеркало встанут и будут отражать твой свет. Если есть принципы, мы вас без образования не возьмем. Ну тогда да. Ну тогда да. А так очень много случаев, когда у нас даже Бортич, по-моему, про нее все говорят. Она же без образования, но она снимается. Вот увидели ее, заметили и стали приглашать. Таня, скажи, пожалуйста, а ты больше за классический театр или за современные постановки, за современный театр? Знаешь, я люблю и то, и то. Потому что можно и классику подать с современным... Перчинкой. С перчинкой такой, да, с изюминкой. Потому что много разных форм есть в спектакле. Вот эта четвертая стена, когда зритель с тобой не контактирует. То есть ты просто наблюдатель, ты сидишь, смотришь спектакль. Есть, когда он с тобой общается, это более живое получается, более живой спектакль. И есть иммерсивность, когда ты хочешь, не хочешь, а ты в процессе. Действия происходят вокруг себя, ты часть процесса. И это, конечно, будоражит, тебя завлекает. И, да, возможно, порой тебя выносят эмоционально. Но при этом ты выходишь после спектакля с каким-то просто красками, буйством красок, эмоций внутри. Потом всем звонишь, расскажешь, знаешь, на такой спектакле так было классно. У нас, в принципе, есть такое в спектаклях, когда у нас действие основное происходит на сцене. Но артисты выходят через зал и начинают контактировать. Мы играем в спектакле Джокер по Вуди Алину, его пьеса «Смерть». И у нас как раз горожане, часть, у нас очень интересно придумал режиссер, у нас с сеткой огорожена сцена, стоит стремянка, стулья и все, больше ничего нет. И начинается движение жителей за сеткой и в зале, в зрительном зале. Причем они подходят и спрашивают какие-то простые вопросы. Извините, а время не подскажете? А у вас там спичек нет? И вот эти вот постоянные вливания в зрительный зал происходят несколько раз за собой спектакль. Вот этот ход совмещения и классики и современности, мне кажется, это удачная история. Татьяна, вот берем опытного актера, который уже давно на сцене. Например, он что-то забыл, он может быстро это симпровизировать и никто даже не заметит. А с молодыми артистами это как происходит, если они что-то забыли? Что делать? Совсем недавно по горячим следам у нас была такая история и как раз в этом спектакле Джокер, про который я вот рассказывала, мы поехали на фестиваль и так случилось, что мальчик, который исполнял главную роль вот того самого Клаймана, незаурядного жителя города, его кладут на операцию. Мама говорит, вот у нас плановая операция, все время подходит и мы уже начинаем думать с режиссером, с педагогами сниматься нам с фестивалей или нет и дети такие да нет, давайте поедем и тут его друг, который играл в этом спектакле, но он выпустился и сейчас учится в киноколледже на актерском факультете, подходит и сам говорит, я его заменю, я все сделаю, я же спектакль знаю, я его заменю. Сказал он это за месяц, к тексту он приступил, я так думаю, ну чуть попозже и когда начались репетиции, ребята схватились за голову и думают, ну все, приехали, надо отказываться от фестиваля, потому что, ну, текст он полноценно не знает, а они привыкли с предыдущим партнером, там все по маслу, они на расслабоне играют, не напрягаются, а здесь надо выкручиваться, подлавливать его, я говорю, в какой-то репетиции, когда мне режиссер говорит, Таня, мне кажется, сейчас они его порвут, они очень негативно настроены, я их собрала перед прогоном, я говорю, значит так, друзья мои, это большой опыт для вас, как для артистов, сейчас не четко по тексту следовать, а по мысли, мы с вами растем в профессиональном уровне, поэтому его нужно будет поддерживать, его надо будет помогать, перед спектаклем у нас показ, мы с режиссером сидим, он на звуке, я на свете, наверху в рубке, смотрим спектакль, и видим, что наш мальчик, который играет главную роль, какие-то кусочки текста говорит, которые были написаны в идеальном, а дальше лепит свое, как же выкручивались дети, потому что зрители сидит, полный зал у нас в театре, чтобы спектакль остался на плаву, и там и так, и сяк, из-за него уже начинают говорить реплики, вы, наверное, хотели сказать вот это, но не переживайте, я вам скажу ответ, это вот так-то, мы сидим с режиссером, это было, нет, этого не было, ну и, конечно, потом сам фестиваль, мы приехали на фестиваль, и увидели, что второй спектакль прошел намного лучше, чем то, что мы показывали, вот этот репетиционный на зрителя в театре, самое удивительное, этот мальчик получил от жюри награду за лучший в бот, я бы налила в ряда. Вот так. Да, ну, мы, конечно, наши молодежи сказали, ребята, для вас это огромный опыт, хорошо, что вы получили его в свои 16-17 лет, а не как взрослые артисты на сцене, когда кто-то из коллег забывает реплики, мизан сцену путает, или вообще выходит не в том костюме, вот, вы получили это сейчас, и как же вы выросли, актерски выросли, на вас было приятно смотреть. Ты, когда приходишь на спектакль, просто как зритель, ты вот смотришь с точки зрения профессионала, и видишь сразу все эти недочеты, или все-таки ты стараешься не обращать на это внимания? Ты знаешь, у меня есть такая проблема, скажу тебе честно. На музыкальные концерты я прихожу исключительно как режиссер-постановщик, потому что мне хочется подчеркнуть какие-то идеи. Вот это хорошо, да, вдохновиться. Но когда я вижу в целом слаженную работу профессионалов, и, конечно, преимущественно, я отключаю вот эту опцию, я просто зритель. Я включаю зрителя, и я смотрю, и я получаю вот это вот эстетическое удовольствие от полного концерта, от музыки, от всего составляющего. Когда я прихожу на спектакль, и вижу, например, постановки профессиональных артистов, да, конечно, замечаешь эти косяки, которые нам надо. А, сымпровизировал, а, выкрутился. Но, честно, я вот их не воспринимаю, наверное, так серьезно, когда я прихожу на спектакль любительских театров, где играют, например, дети. Потому что тут я уже рассматриваю работу своих коллег. Как они, где. А, вот это интересный ход. А, не дотянул. Поэтому непросто. То есть, когда ты приходишь в хороший, с классным актерским составом театр, вот там можно переключиться, потому что ты просто наслаждаешься. А если начинается какая-то вот, еле-еле артистам что-то пытается выдать, вот тут волей-неволей включается уже критик. Татьяна, вот сейчас очень много режиссеров, а театров не так много. Вот где человек с такой профессией еще может себя реализовать? Мне кажется, он может реализовать себя везде. Самое главное, чтобы ему нравилось то, что он делает. Вот про себя могу сказать. Офисы ненавижу. Терпеть не могу. Вот все эти звонки, разговоры, бумажки, сиденья за компьютером. Если оно необходимо, вот в творческой стезе, составление сценария или сценарного плана, хорошо. Но без этого никуда. Без этого никуда, да. Но если мы говорим вообще о любых разных специальностях, где может себя проявить режиссер, в любой абсолютной среде. Самое главное, чтобы он получал удовольствие от того, что он делает. Потому что это первостепенно для творческого человека. Не уходить в серые, постоянные, однообразные будни, а каждый день для себя делать праздником. Потому что артисты – это люди праздник. Татьяна, тогда давайте поговорим еще раз с вами про одну вашу творческую сферу. Это музыкальная. Расскажите подробнее, почему именно музыка, как к этому пришли? А с музыкой я с самого детства, с самого раннего детства, мне кажется, лет шести. В восемь лет, когда я поступила в музыкальную школу, я для себя сразу решилась, что именно с музыкой, со сценой я свяжу свою судьбу, потому что на сцене я чувствую себя абсолютно свободно, как дома. И большинство моих зрителей, друзей, которые приходят на концерты, на спектакли, они говорят, ты преображаешься, ты совершенно другой человек, не тот, который ты в обычной жизни, а на сцене ты совершенно другая, ты светишься, и на тебя очень интересно смотреть. Для меня это мой глоток свежего воздуха, как театр, спектакль, сцена, так и музыка, потому что в музыке мне легче выражать себя, свои мысли, и есть о чем поговорить со зрителем. А про выбор псевдонима поподробнее. Мой псевдоним Мальва для меня это цветок, если так вдаваться в подробности, это цветок, все его знают, растет он практически повсюду, возможно, ты сейчас его тоже вспомнишь, это такой жесткий стебель с огромными цветами, граммофонами, во дворах его можно встретить. Да, 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 есть такой. Вот-вот. Почему-то как-то вот оттуда, сверху из космоса, она спустилась, я себя просто стала ассоциировать с этим цветком. Твердый стержень, но при этом легкая, изящная, нежная девушка. Вот. Но если надо, то будет стоять на ветру и сломается. Потому что просто срезать даже стебель Мальва очень тяжело, но очень он плотный, очень жесткий. Для меня расшифровка Мальвы ну, именно смысл, да, который я вкладываю в псевдоним, это цветок и цветок космоса. Даже в логотипе у меня цветок со звездочкой внутри. И когда я прорабатывала и псевдоним, и образ, и историю своего образа, звезда в круге, это путеводная звезда. Здесь отсылка к космосу. Я очень люблю космос с детства. И здесь отсылка к позиции. То есть это оратор, это лидер, это вот человек-проводник. Пожалуйста, я в театре, веду детей за собой. Мы вместе с коллегами такие, вот для них путеводные звезды. И я одна из них, потому что они прислушиваются к нам, слышат, что мы хотим до них донести. И, конечно же, для них это очень приятно узнать. Я не всем рассказываю детям у себя в театральной студии, что у меня музыкальные проекты я пою. Но когда они сами узнают, он говорит, «Скажите, пожалуйста, Татьяна Николаевна, вы там... Это вы Мальва?» Я говорю, «Да». Это уже некуда, потому что они сами все увидели и нашли. И очень приятно, когда они приходят на концерты с плакатами. «Угу, мы с вами!» Нам так нравятся. Поют песни вместе со мной на концертах. Это, конечно, очень классно. А как совмещать работу в театре и музыкальную карьеру? Творческая история, она неразрывно связана между собой. Потому что отчасти Мальва это и театральный проект. Мой образ – это образ инопланетянки, гости, космической гости на планете Земля. Это театральный образ. Интересное замечание сделал мой друг. У тебя целый проект, это настоящий музыкальный спектакль. Ну, на самом деле так. Потому что есть история, сценарий моей героини Мальвы, гости инопланетные. И все это с образами, то есть все простраивается от образа до песни. Каждая песня – это такой небольшой саундтрек к части из истории про Мальву. И поэтому интересно, например, прочитать историю и послушать песню. Подобное делала, мне кажется, группа «Крем-сода», когда была пандемия в 2020 году, они выпустили альбом «Интергалактик». Недавно, к сожалению, я его послушала. И у них там кусочек главы и песня. Глава, песня. Это фрагментарная история, а у меня это полноценный такой вот… Общая, да, такая получается история. Общая конва. Да, общая конва. Тем более не каждый день встретишь инопланетного музыканта, особенно у нас в российском шоу-бизнесе. Это да. А как конкурировать как раз-таки, да, если мы говорим в российский шоу-бизнес, как оставаться на плаву? Нужно быть честным собой и делать честное, искренне свое дело. Если вдруг ты начинаешь врать себе, ну, тебе уже перестают верить. Это слышно и в песнях, это слышно и в твоем голосе, и видно в твоем образе. Поэтому здесь исключительно удивлять себя, удивляя других. Я не человек-фейерверк. Вот. Как Леди Гага, например, мясо надеть на себя. Я не нацеплю на себя лысину и не обклею ее камнями. Возможно, это то, что нужно было бы людям немного раньше. Сейчас, в наше время, людям нужна искренность, и нужно вот это вот настоящее. Потому что когда ты на сцене один в жизни другой, у людей не сходится. Они говорят, как так? Как? А где? Почему? А нужен ли сейчас продюсер для того, чтобы раскрутиться? Как ты считаешь? Или достаточно ТикТока того же? Знаешь, у меня проект без продюсера. Я сама себе продюсер, я сама себе рулю. Сколько я зарабатываю, столько и вкладываю в свой проект. Это, конечно, дорого. Но виден отклик и принятие зрителям и слушателям моего материала, ты понимаешь, что все не зря. Продюсер все-таки. У меня был опыт работы с креативным продюсером и предлагал мне совершенно интересные ему какие-то виды. То, как он это видит. Да, давай сделаем вот так, давай сделаем вот так. И пришел он уже, когда я состоялась как артист, и когда он начал мне предлагать что-то, я понимаю, у меня отклика нет того, что он предлагает. Я слышу это и понимаю, боже, нет, это не то, это не выстрелит. Да, это забавная идея, но она не моя идея. С вами была Мария Голубева, художник и руководитель театра «Искатели» Татьяна Мирошниченко. Всем спасибо, всем пока. Татьяна Мирошниченко. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»